Мои дорогие друзья, моя дорогая семья, короче, одним словом. Я же вам недавно показывала, что куриные яйца, да, павлино-яйца. Сегодня смотрю еще одно яйцо, но она то первое было треснутое. Смотрю еще одно яйцо. По-моему, их же двое. Кто-то из них должен, двоем они, одна только ставит, и где попало ставит, да. Сегодня взяла яйцо целенькое, такая довольная. Теперь думаю, давай-ка я поищу, что-то я вторую не вижу. Уже второй день не вижу. Девочки, она сидит на яйцах там в углу где-то. Я ее вообще тревожить не буду, пускай сидит. Я такая довольная. У нас такая жара, девчата. Сегодня 30 градусов, вот сейчас, в данный момент 30 градусов. Посмотрите, как моя роза, она аж прям согнулась до такой степени. Я ее вообще не трогаю, ни палочку, ничего не буду. А этот тут, вот ему, видать, это нравится, вот здесь находиться. И вот находится. Ну, я его оставляю, пускай гуляет. Все мои розы, уже деревья, листья такие большие уже становятся. Они еще, это еще ничего. Я же вам сказала, обратите внимание, вот как лопухи они будут потом огроменные. Такой тенечек мне будут тут давать, и все. Вот, очень довольная, ребята. Такая вышла, думаю, ой, как хорошо тут. Потом чуть-чуть попозже полью, уже просят. Вчера хоть полью, уже надо каждый день, девчата. Потому что у них же корни. Томас, только не пописи туда, нельзя, нельзя. Нельзя, мой золотой, нельзя. У нас бабочки летают, такая атмосфера шикарная, ребята. И на душе это хорошо. Но все у меня хорошо, ребята. Короче, плевать я хотела на этого, на это все, да. Вот, вообще, на все. Девочки, я такая довольная. Читаю ваши комментарии, нарадоваться не могу. Я там закрепила, да, вот под видео, где с Дианочкой, я закрепила вот то, что я о вас думаю. Не зря я вас называю моей семьей, не зря я к вам вот так от души отношусь. Иногда бывает, но из-за одной какой-то там, которая залетела, я почему должна расстраиваться? Вы же у меня большинство золотые. Дай бог вам здоровья, пускай будет это навязчиво. Потому что часто говорю, ну, мои дорогие девчата, давайте вот так я вам скажу. Спасибо вам за все. Вот я не знаю, как вам вот просто вот проявить вам вот мою благодарность, вот не знаю как. Только словами. Это же не могу я вам доказать, понимаете? Вот верьте мне. Вот я настолько вас люблю, да, что вот настолько вы меня обогащаете, мою жизнь, да. Ой, какие слова я стала говорить, ребята, девчата, вы из меня поэта делаете, заразы. Девочки, когда будут апельсины, каждый из вас подарю апельсинчики. Вот так. О, ну, девочки, ну вы из меня поэта сделали, вы из меня актрису сделали, вы из меня все. И розочки мои цветут и пахнут. И думаю, давайте с вами поделюсь. Вот это, конечно, мне не нравится под солнцем. Вы знаете, да, девочки, я вам вот честно скажу, с такими вещами шутить нельзя. Я сто раз сказала уже это моему мужу. Сегодня придет, обязательно скажу. Он же нагревается, вы знаете, да, у меня один очень хороший родственник. Моя мама столько плакала. Такой молодой девчата. Вот баллон вот так, он рядом был, баллон взорвался вот так, и он, короче, скончался. Такой молодой, хороший человек был, очень хороший. Но, конечно, Всевышний, я даже боюсь к нему подходить, девчата. Я вот, когда вот эти баллоны вижу вот так под солнцем, разве можно? С такими вещами шутить нельзя. Вот. Короче, такое, вот посмотрите, какой я хутур-мутор. Такие вещи говорила, я сейчас раз такое сказала. Ну ладно. Короче, девочки, продолжаем. В этом же репертуаре. Хочу вам сказать, это не подхалимство, девочки. Понимаете? Это вот как есть. Вот настолько, настолько мне, не знаю, я иногда вот, я вам от души сейчас, это не, может быть, будет так грубо звучать. Я иногда думаю, заслуживаю ли я вот таких объятий, в которых я нахожу в вас, да? Потому что я прямо вот чувствую, что вы меня обнимаете. Я прямо вот чувствую это, девчата. Я такой чувствительный человек, да? Наверное. Ну вот я действительно, вот говорю как есть, да? Вот я вот заметила, да? Вот что просишь от людей, то и получаешь. Вот я прошу от вас, да, брат, и вы мне ее дарите. Спасибо вам. Дай Бог вам здоровья. Дай Аллах вам. Кто, разницы нету, всем говорю, русскоязычным. Спасибо вам. Что вас всегда, вот так как вы меня радуете, что в вас жизнь вот так радовалась. Что Всевышний вам давал все только, что вы просили. Все у вас было так, как вы просите. Всему я довольна. Я такая счастливая девчата. И розы расцвели. И мои друзья, вы, моя семья, тоже меня стали уже слышать, понимать. Уже все-таки же я не первый год, да? С вами, да? И всякое бывает у меня. Бывает, что ору, что кричу, что плачу. Всякое, да? И вы всегда со мной были рядом. И в горе такие, в горестные моменты такие, тяжелые очень моменты я всегда вас находила. Чтобы вы тоже находили таких же людей, как и вы. Потому что вы заслуживаете. Девочки, посмотрите. Моя кайтана говорит, тетя, тебе здесь не хватает. Кое-что. Я говорю, что, доча? Ой, я боюсь отцу заходить. Что, раз сказала, не буду заходить, все равно захожу. Не надо, отсюда не надо. Лучше не заходить. Домик она мне сюда. Она говорит, здесь им не хватает домика. Тетя, я тебе домик подарю. Я говорю, какой? Пронесла. А, они, видать, туда заходили. Видите, цветочек она поставила так. Она говорит, там у них и кухня, они могут и готовить, и стульчик есть. Короче, мне даже жалко, ребята. Ну, надеюсь, что не испортится. Ну, а что его хранить, да? У нее еще есть один. Мы его сложили. А этот сюда. Правда, хорошо? Вот, этот. Вот, надо им кормушки повесить. А то муравьи вот напали, да? Вот, посмотрите, они разве с муравьями будут кушать? А, как вы думаете? Петрушечку сюда я им. Этот домик тоже каэтаночки, но это уже, когда я, годик был сюда. Ай, мои кружки. Я им кушать сюда. Я не знаю, кушают они, нет. Но как они тут будут кушать, если они там сесть не могут? Я неправильно его повесила. Ну, короче, сейчас я перевешу его. Надо найти, куда повесить. А если нет, они же не будут. Вот так. Уже жара, девчата, телефон нагревается так быстро. А вот это я не знаю, почему. Он так сразу пожелтел. Может быть, придет в себя? Или место ему не нравится? Или что с ним случилось? Короче, вот так, мои друзья. Вот так. Мой павлий. Встречаю я... Встречаю я своего одного соседа. У вас такое бывает, что вы сперва ляпнете, а потом думаете, какая я дура. У вас такое бывает? А у меня часто. У меня очень часто. Как-то я к нему подхожу. Ай, уже она встала. Она, наверное, кушать пришла или как. Теперь я отсюда выйти же не могу. Здесь же закрыто. Ща-хи-хи-хи. Давайте крупночь. Короче, девочки, я иду. Я очень хорошо с его детьми. У него два мальчика. Мальчика я знаю. Не знаю, наверное, ему сейчас сколько? 20. Ну, наверное, к 30 годам есть. Младшему сыну. Может, чуть-чуть меньше. Может, 27 вот так. Но я тут нахожусь уже 25 лет, девочки. А его, наверное, я знаю. Да, я в этом поселке, вот именно в этом поселке, где я живу, я с 2003 года или с 2004 года, с 2005 года. Он был вообще мелкий. В школу ходил. Он совсем был мелкий. Может быть, какая-то она. Так, с этой стороны. Вот. И я работала его тетя. Его тетя. Ой, я так испугалась. Его тетя, девочки, моим начальникам. И я проходила, я работала, и он спускался. Он мне очень нравился, этот мальчик. Он такой, не знаю, вот разговор его нравился. И он, с ним можно было говорить, как со взрослым человеком. Вот бывают же такие дети, которые, вот, прямо у него такая речь была поставлена. И он так рассуждал, как взрослый. И он хотел, хотел там на какой-то, вот, когда он уже вырос, он учился, он несколько раз пытался на одну работу попасть. Не мог никак попасть, девочки, да. И я ему сказал, я за тебя помолюсь. Надеюсь, что ты поближе. И когда он попал, я так обрадовалась. Знаете, из его мамы и хороших отношениях я. И вот, они очень состоятельные люди. Но они в своем состоянии, что муж, что жена, вот, отец этого мальчика, они рабочие люди. Хотя у них и наследственное было, но они такие люди, которые, вот, действительно работают. Хоть наследство есть, они вот такие. И я, у отца есть, вот, как у Хосы, он начал заниматься этим животными, да. У него бараны, там, куры. И он как-то мне сказал, что он хочет павлинов, да. И я ему сказала, где продаются, вот это все, да. И он купил себе парочку. Потом, когда у меня, вот, получилось такое, что я осталась без павлина, я к нему подошла, спросила у него там. Он сказал, вот, когда будут, потому что вот у него уже, вот, яйца идут туда-сюда, когда будет у него там парочка, он мне даст. Ну, вот так как-то осталось, девочки. Я купила себе и парочку, та парочка тоже умерла, потом вот эту парочку купила. И вот. И один день иду, я ему говорю, слушай, может быть, ты мне дашь одну барашку, да, я его выращу, ну, короче, выращу, а потом тебе его просто верну. Он так зажатничал, девочки. Вот знаете, как будто, вот, не знаю, девочки, вот я увидела в его глазах жадность. А зачем, ну, ладно, увидела, да, вот так. И сегодня я иду, смотрю, его сын идет. Я говорю, и я его за индюков спрашиваю, есть ли у тебя индюки. И он мне вот говорит, ты знаешь, нету у нас, говорит, ни индюков, нету, говорит, только куры, говорит, и павлины. Я говорю, да, у тебя павлины есть, да, живут, да, он говорит, нет, только мальчик, говорит, девочки нету. Не знаю, то ли умерла, сказал, то ли там убили, сказал, там, не знаю, нету. И я сразу вот автоматически девочке и говорю. Я говорю, слушай, у меня два, говорят, две девочки есть. Если ты хочешь, я не говорю, что тебе дарю, но я тебе могу дать. Вот они как раз сейчас несут яйца, и все говорю, потому что мне вчера одна горе поставила уже яйцо. Вот здесь она сидела, девочки. Да, ну, есть там яйцо или хрен на джоу. Она просто сидела, блин, а у меня такая надежда была. Она вот здесь где-то сидела. Так, сейчас я еще хорошо посмотрю. Я говорю, я тебе дам, хочешь? Он такой, я скажу. Я в этот момент сразу вспомнила, а, мне барашко не давал, а я тебе павлину просто так предлагаю. Понимаете, чтобы... Ну вот, а потом думаю, да ладно, уже предложила, если скажет, да, дам тебе. Ну, чтобы мальчик, да, вот, что нету, нету, никакого яйца нету. Я просто так надежду кинула, думала, вот, вот тут она сидела. А может, будет еще сидеть. Не знаю, может быть, она просто в тенечке. О, колючка такая. Может, просто она сидела, потому что там прохладно. Вот так. Ну, чтобы мне просто жалко стало. Думаю, мальчик один, павлин один. Ну, самец один там. Наверное, она... И он мне говорит, ты знаешь, говорит, курятник, говорит, у нас смотрит там на юг, что ли, а там должен быть на север там. Он мне стал объяснять вот это девочке. А я даже этого не знала, представляете? Вот так. Сегодня нашла яйцо. Тут целенькое. Сегодня надеюсь, что инкубатор из-за этого не включит. Мне кажется, я под крапиву попала. Что-то у меня ноги... Вот тут нашла яйцо. Прямо вот тут лежала. Иди, иди, иди. Иди, небес. Чего ты кудахтаешь? Чего вы кудахтаете? А? Чего, вы довольные? Вот так, девчата. Так что у меня одно целое яичко уже есть. Для... Для моего... Ой, смотрите. Пере... Сюда, видать, он с вас залазит. Так что вот так. Значит, она не сидит. Ну, она сидит, так и не надо. У меня инкубатор есть. Но, знаете, мне кажется, что и в инкубаторе почему-то... Я вот у многих там... Ну, смотрела, да, вот у блогеров, которые ставят инкубатор, и все. Больше мальчики выходят, чем девочки. А мне было бы неплохо, девчата, чтобы у меня павлины выходили мальчики. Я же очень хочу. Очень и очень. Как странно, девочки. Я вам сейчас покажу, какое яйцо у них. Конечно, никак. Но больше, чем гусиные у павлинов яйца. Вот, смотрите. Сейчас я вам покажу сравнение, да? Куриным яйцом. Я заберу его домой. Так. Боюсь даже вот. Вот, смотрите, куриное яйцо. И это не из мельчика. И вот павлино яйцо. Пава. А вот это, наверное, не выйдет, девочки, да? Потому что, ну, как вы думаете? Туда, наверное, воздух попал. Он, наверное, не выйдет, нет? Он такой. Так жалко, девочки. Но я все равно его, может быть, поставлю. Нет, наверное, не выйдет. Его же поворачивать надо. Так, я это отнесу домой. Сейчас я посмотрю. Гош, я к тебе сегодня сколько сидела с тобой? Не надо, Гоша. Не надо тут жаловаться, пыхтеть. Здесь и моим девочкам давать вид, что я на тебя внимания не уделяю. Нет, это неправда. А вы что, мои кукуськи, а? Воды добирала только что. Только девчата, они так воду пьют, а? Ну, наверное, жарко, поэтому. Там одна черная постоянно сидит, сидит, сидит. Потом пак, выходит, и все. А там четыре палок. О, о, выскочила. А ну. А нет, а ты до сих пор сиди. Сейчас она еще испугается, как выскочит. Может, сидушка, я не знаю. Такая маленькая девочка. Какие они мне маленькие, крохотные яичка ставят. Как я люблю их не яйца. Я их не яйца не могу прозвать, потому что они совсем маленькие, девчат. А так, ну, они очень вкусные. Они, я думаю, что как-то вкуснее, чем... Ой, снежок, а ты чё? Снежок, а ты чё? Сегодня он мне включит этот инкубатор. У меня же пять есть этих... Для них, ихние яйца есть. Но сосед мне дал пять штук. Я поставлю. Белые у него. Так что у меня будут... Если будут, будут белые. И вот этому парню тоже написала насчет индюко, да? Чтобы мне он яйца приготовил. Приготовит. А этому, который мне пять яиц дал, да? Я ему коробку конфет хоть куплю и отнесу, девочки. Хорошую, дорогую коробку конфет. Не такую, которая как попала. Понимаете? Ну, хочу... Или что-нибудь, даже не знаю. Я думаю, что коробку конфет нормальная. Или пирожные купить, отнести. Вот что-то такое. Ну, отблагодарить, короче, да? Чтобы он не подумал, что там пять яиц сколько будет стоить. Но я не знаю, там... Если тот брал за... За двенадцать яиц, он мне сказал пятнадцать евро. Значит, за шесть яиц было бы шесть евро. За пять яиц, ну, давайте, допустим, пять евро. Да? Ну, там один двадцать, да? Ну, а я куплю чуть-чуть, что-нибудь там... Ну, хоть на пятнадцать-двадцать евро в подарок вот такой куплю. И отнесу. Отблагодарю. Чтобы он видел, что я люблю. Я благодарный человек. Мне очень понравилось, что его сын прошел и сказал, ничего нам не надо. Понимаете? И если ему что-то нужно будет, всегда меня найдет. Человек, который мне один раз хорошее сделал, девочки, я обязательно... Я не забываю хорошее. Я могу плохое забыть, но хорошее... Хорошее не забываю. И плохое тоже, наверное, конечно, не каждое... Не любое плохое, да? Ну, вот так. Сегодня мой муж, девчата, на ночь уходит. Сколько раз сказала, не иди, мой золотой, не иди. Не иди. Он сказал, нет, я пойду, потому что на меня надеется. Без него вы что, вы что, вы что, вы что? Без него нет. Вот, он из себя такого возобнил, девчата, да, вот на работе, что он, как он говорит, на мне все держится. Хорошо, хорошо. Девочки, я вам сейчас покажу то, что на мусорке нашел мой муж. Вот. Вот. Вот такой. Он мне сказал, что это все можно купить отдельно, короче. Ну, вот посмотрим, девочки, пускай купит. Здесь вот кусочек есть треснутый, я заметила. Может, поэтому выкинули. Побольше богатых людей, пускай на эту мусорку ходит, я буду брать, собирать. Где он так и так, как она снимается, как она это... Я говорю, слушай, есть видео, он его почистил, все, посмотрите, стряпочка, все, молодец, молодец. Ох, короче, вот так сейчас. Сейчас, что? Моих. Пускай придут. Вот такие дела. Я не знаю, я закрыла эту. А то я же эту мальчику не доверяю. Вдруг откроют, и эти мои два раз так улетят. Сегодня Адьянке тоже написала. Скажи, какого числа ты будешь свободная. Я приеду к тебе, убедить тебя. Я поеду в Мадрид, увидеть ее. И, конечно, когда она будет уезжать, я поеду, девчата, в аэропорт ее отвезти. Аэропорт правильно сказала? Да, правильно. В аэропорт ее повезти, попрощаться. Как? Как полагается. Ой, спасибо, девочка. Как они у меня орут. Знаете, что у меня Дианочка говорит? Гуня, я зашла в туалет, говорит, к тебе туда. А там у меня чуть-чуть окно открыто было, да? Она говорит, прям даже не верится, птицы поют. Она же в Мадриде, да? Ну, там, девочки, я знаете, что в Мадриде заметила? Вообще, вообще все такое. Знаете, вот здание, здание, здание. Деревья вообще мало. Очень мало деревьев, да? Вот Мадрид красивый, все-таки столица Испании, да? Красивый город все. Но не зеленый абсолютно. Раньше мне казалось, он такой зеленый, он такой-нясякой. Мы с ней, знаете, что? Мы хотим с ней на концерт пойти. Мы с ней хотим в театр пойти с Дианочкой. У меня хоть есть с кем пойти. Девочки, это вот она еще... Ой, сейчас Ира обидится, что я ее имя говорю. Вот она, вот Ира, которая моя подписчица, которая более... Которые говорят на испанском. А остальные все как тарзаны, девочки. Вот вообще это... И так это хорошо, что они говорят на испанском, потому что и моему мужу не скучно. Хоть мой муж русский понимает, но притворяется, что не понимает. Еще как понимает. Что-то не... О, скажу как-то что-то сразу. Он мне потом предъявляет. Ты вот это сказала, ты вот это сказала. Я говорю, ой, ничего себе. Не говорит. Он только там пару слов говорит, и все. Сегодня он мне сказал. Я хочу приготовить. Я говорю, о-о-о-о, готовь, что хочешь. Готовь, что хочешь. Он сегодня на ночь уходит. Я не знаю, во сколько он уйдет, конечно. Не знаю, он мне еще не сказал. О, девочки, наверное, на кухне это хорошо. Смотрите, как она... Я не знаю, что это, где я что взяла, потому что я столько всего брала. Хочу, чтобы он чуть-чуть вот так, и вот в эту сторону. Потом его вот так... Вот так его надо туда. Я потом сделаю. Моя подруга вот так. Вот как-то вот она туда какие-то эти штучки стала ставить, и она туда прям вешает эти... Подождите, девчата, смотрите. Друзья мои, смотрите. Мои золотые. Помните прошлогодние розочки? Какие они были малюсенькие, а? Смотрите, какие они стали большие. Я сегодня снимаю на старый телефон, девочки. Ну, потому что так хочу. Посмотрите, красные, белые, и вот эти желтые, мне кажется. Вот я три цвета взяла, и очень даже... И очень даже хорошо. Эти розочки тоже были ваши. Вы помните, да, их? Они под тем деревом были. И я их убрала оттуда, потому что я не помню, из-за какой причины я их оттуда убрала. И я их сюда пересадила. В тенечке так лучше. Вот эту пальму я неудачно посадила, а, девчат? Ну, смотрите, почему я вам говорю. Я вам сейчас покажу, как я его... Ну, вот... Или кухню построила неудачно. Ну, понимаете? Так. Вот смотрите, девчат. Ой, как тут прохладно, девочки. Вот смотрите, вот она вообще... Вот отсюда вот только видно. Понимаете? Вот. А больше ее... Она как-то вот... Вот, а тут ее вообще не видно. Вот. Смотрите. Она отсюда... Как-то вот она неудачна. Вот посередине вот здесь не могла быть. Или там. Она как-то ни тудым, ни судым. Нет, разве? Не знаю, мне кажется, так... Ой, девчат, когда у меня будет это все? Ну, скоро, скоро. Надеюсь, 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 надеюсь. Очень, надеюсь, ребята. Очень, очень, очень. Так, этот цветок уже можно вытащить. Уже холода нету. Этот можно уже вытащить. А этот тоже домой. Я все даже заходить не хочу. Вот, надо-то пристроилась. Ну, ничего будет, девочки. Ладно, не буду. Все вы проблемы эти были бы. Как будто у меня кухня. Не-то понимаете? Как будто мне там... Как он мне говорит... Тебе что, готовить негде, что ли? Ты что так запарила меня этой кухне? Сделаю я тебе... А может, вообще, ничего не говорить? Быстрее сделает. Не знаю. Как вы считаете? Вот у меня муж Овенжи. Как он сказал, так должно быть. Если не как, он сказал так. Дискант не буду включать. Тут включу. А знаете сейчас как? Надо включать и быть осторожной. Потому что кипяток выходит. С труб. Понимаете? А сейчас горячая вода идет. Прямо горячая. Хоть купайся. Видать, курица яйца снесла. Поэтому так ордет. Так, это я к птичкам. Я так хочу, чтобы красиво там сделать в клетках, да? А то такие беспонутовые клетки. И эти птицы еще главное. А те вредители. А эти нет. Так, опять я от своего захожу, да? Но она там сидит. А жена где твоя? А жена... А она там? А он тут. Так, подождите. Вот так быстро-быстро. Томас, тебе сюда нельзя. Абсолютно запрещено. Тут вода же есть. Здесь же все есть, девочки. Я могу тут повесить. Понимаете? Так, а куда мне его повесить? Сейчас. Тенечек, потому что... Вот так. Хотя она тут вообще ни к силу, ни к городу, да? Нет, давайте в ту сторону. Там какая-то она пуская. Вот так. Они, наверное, чувствуют себя как в раю. Надо мне эту клетку отсюда убрать, а то они ее просто засрут. И это надо будет мне хорошенько помыть. Я его вот так сюда бросила. Как вам моя клеточка, а? Лично моя, девочки. А их только двое. Ну, а я накуплю. Я накуплю. Есть каких-то проблем. Ну, может быть, подождать, пока они сделают... А, вот. Туда петрушку, а сюда, вот этот, там он лежал и лежал. Почистить надо вот это все. Он так быстро, если его часто поливать все, он так быстро размножается, вот этот цветок. Вот этот цветок. Еще у меня есть Дианин цветок. Он уже корни пустил. Все, его можно... Ой, мамочки, концерт целый. Целый концерт, ребята. Котеля, котеля, котеля. Как вам ваш дворец, а? Нравится? И хоть солнце падает, да, мои золотые? Хоть солнышко есть для вас. Вы же сели в клетке столько времени. Вот так. А за домик, что скажете? Может, убрать его отсюда, а? Ну, мне кажется, тут катит. Нет? И водички я его так... Чтобы они купались там. Ну, что-то я не видела. У меня же был другой, который вот... Знаете, что мы сделали? У нас же там... Мышка появилась одна. А мы всегда воду наливали вот так. И все время он спускался и купался, девочки. И мы забыли как-то за это. И взяли этот... Этот поставили. Яд. Яд специальный такой для мышей. И стал он взял, полил, короче, в водичку сделал. Видать, в этой водичке он искупался и умер. У меня такое... Сколько лет он со мной жил. И вот он у меня умер. И вот зато этот остался. Короче, вот так. Ладно, девчата, иду домой. Иду домой. С вами хорошо. У меня дела тоже есть, конечно. Эти тоже хотят распускаться. Все у меня идет по плану, девчата. Все по плану идет. Ну, имеется в виду по плану природы, да? И как-то вот... Да, да, каждым годом лучше тут, девчата. Но наши труды как-то ужасно... Потому что сперва-то не видно было. Все так медленно, медленно. А сейчас все начинает замедлено. Ой, девчата, когда я уже совсем взрослая стану, да? Ну, наверное, через лет 10. Это будет совсем, конечно, шикарно. Но уже у меня, наверное, и здоровья не будет. Ну, тогда буду уже кайфовать. Найму кого-нибудь, да? Помощницу или помощника, да? Чтобы помогал. Так что, вот так. Так, друзья мои, я оставляю вас. Еще раз вам спасибо. За ваши приятные комментарии. За вашу поддержку. Я вижу, есть большинство... Есть очень много просмотров у людей, да? Они столько лайков не набирают. За сколько я набираю, которые в 5 раз меньше просмотров, у меня даже больше лайков, чем у людей, которых такие популярные. Так что это тоже ваш труд. За каждый ваш лайк огромнейшее спасибо. За каждый ваш комментарий тоже спасибо. Ну, а если вам не трудно, ставим лайки. Если трудно, тоже ничего страшного. Я понимаю. Я все могу понять, девчата. Мы же все люди. Так что вот так. Так, когда это все расцветет, я соберу и все вам подарю. Целую вас, мои замечательные. Мои самые-самые приятные зрители. Это у меня. Я вами горжусь. Так что вот так. А если у вас... Если у вас нету никого, знайте, что у вас есть я. Понимаете, если вы себя чувствуете одинокой, уберите это все. Скажите, нет, я не одинокая. У меня есть... У меня есть Испания, Наталья Курбанова, Испания. Она всегда мне говорит, что я тебя люблю. Так что вот так. Девочки, я вас очень люблю. Я вас ценю. И я горжусь вами. Спасибо вам.